Уважаемые коллеги, у нас сегодня очередная проектная сессия, которая проводит движение развития и институт демографии, миграции и регионального развития, то есть общественные, некоммерческие организации, неправительственные. И мы проводим эти сессии в рамках программы «Проектное государство», вынося на сессии серьезные проблемные темы. И вот благодаря ряду наших, по сути, подвижников и тех людей, которые переживают за сутью страны, вот такая неожиданная, казалось бы, для многих тема проигрывалась, как вообще проблема России и Африки в наши годы. И насколько возможен определенный возврат, такой более мощный, чем, скажем, был в 90-е годы, и в начале 2000-х годов, и сейчас. Возможно ли усиление российского присутствия в Африке? Нужно ли это вообще? Потому что очень много людей, сразу выразило тысячи вопросов, и у нас очень сильны тенденции на изоляционизм, где вообще говорят, что никуда не нужно идти, не то что там в Африку, а можно и Кавказ отделить северную, центральную Азию, а уж до Африки вообще не должно быть никакого дела. Но с нашей точки зрения, безусловно, существует серьезная проблема, и она существует по трем пунктам. Россия и Африка, она существует по трем пунктам. Первый – геополитический, и я даже не думаю, что он на самом деле самый важный, но просто он сегодня наиболее часто произносится, связанный с тем, что если присмотреться даже к графику визитов ведущие африканские государства, представителей, скажем, Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики, то ряд экспертов делают вполне достоверные суждения о том, что Африку, едва ли Китай и Соединенные Штаты Америки не делят между собой, и это вообще сегодня процесс, который многие определяют, как едва ли чуть ли не базовый процесс. Здесь проблема не в том, что происходит такой дележ, и Россия не поспевает дележу, потому что все-таки Россия совершенно с другими традиционными основаниями своего участия в мировых процессах. Я не думаю, что нужно, исходя из некого либерального империализма, который Анатолий Борисович Чубайс предложил 10 лет назад, и который вообще-то идет от конца 19 века от британского, империализма. Нам нужно куда-то там каким-то разделом поспевать, встревать и не давать обделить себя. Скорее всего, проблема здесь совсем в другом. Просто, во-первых, были сделаны гигантские инвестиции, просто колоссальные. И те, кто изучал проблемы, скажем, Советского Союза и его присутствия в Африке, те прекрасно знают, можно там дальше по разной оценке делать или прочее. Но это колоссальные инвестиции, которые так или иначе, по сути, закончились часто на сегодняшний день ничем. То есть, я для примера скажу совершенно из другой сферы. Вот я когда первый раз узнал, что в Северный Афганистан геологоразведку вруху на 3 миллиарда долларов, то я как бы понял масштаб проблем, это геологоразведка. Это только Северный Афганистан. И в этом плане, безусловно, этот задел, опыт, кадры, понимание имеют, в общем-то, и до сих пор неоценимое значение. И это вопрос к нам сегодняшним. Мы вообще согласились с тем, что мы некое провинциальное, ничем в мире не интересующиеся, никуда не вмешивающиеся, так сказать, государство и население. Либо все-таки у нас есть очень серьезные заделы, традиции, кадры, например, как те, кто участвовал и 20-30 лет назад в этих процессах, те, кто в части этих процессах участвовал последние 20 лет, да и вообще очень много просто людей, которые действительно являются большими, серьезными специалистами в такой очень сложной задаче, как совместная работа экономическому и социальному развитию таких сложных государств, как африканские. Поэтому, вот мне кажется, тут дело не в разделе Африки, и что нам надо поспевать, а в том, что есть колоссальный задел, есть гигантские уже традиции, есть огромное количество выпускников российских вузов, которые сегодня, как раз я заканчивал университет дружбы народов, и многие просто сегодня становятся премьер-министрами, там, или министрами и так далее. То есть это колоссальный ресурс, который, если правильную доктрину выдвигать, это уже все готово, только дальше нужно правильно действовать, двигаться в интересах и каждого государства, с которым мы сотрудничаем в Африке, и интересах Российской Федерации. Второй момент. Это, конечно, вопрос вообще о нашем российском развитии, потому что, когда мы заявили тему, вот, проблема Африки в 21 веке, возможно ли экспорт развития в Африку из России, тем специально, как вы понимаете, во многом провокационно заданную, то чуть-чуть и ожидаемо был ответ такой, что вообще нет ли у нас ситуации абсолютно одинаковой с худшими государствами Африки, и, соответственно, может быть, экспорт развития надо к нам организовывать, а не в Африку, и тем более не нам. И вот здесь, на мой взгляд, ключевой момент. Почему? Потому что при гигантских, гигантских порушениях и деградационных процессах, я бы сказал даже не стесняясь, не в смысле оскорбления великого континента, но то, что многие нас просто называют у нас в России африканизацией, имея в виду, естественно, старое представление об Африке и о каких-то самых таких отсталых и депрессивных регионах, ну, по крайней мере, процессы отечания. И в этом смысле, ну, мне кажется, это здорово, потому что здесь можно, уходя от такого-то такого выбора меньшинства, то есть там сверхчеловека, которые бывают, особенно у некоторой молодежи возникают, да, у нас гигантское количество проблем. По ряду параметров отдельные страны формально африканского континента, они, может, нам еще и породят большую. Поэтому в этом смысле прекрасно, надо обсуждать не вопрос, что придут такие марсиане умные, которые всех научат и всех подтянут, а вопросы, сложные вопросы совместного развития. Вот мы сейчас прорабатываем такую доктринальную идею совместного развития, со-развития, как способ и нашего подъема, и подъема других государств. И третий момент во всей этой ситуации, это, конечно, вопрос, связанный с тем, собственно, вообще является ли эта проблема императивом, необходимой вообще нашего возвращения серьезного вакуума. Я имею в виду возвращение не в плане, что у нас там нет, там много работает наших специалистов, часто, к сожалению, уже вне поддержки государства и на свой страх и риск. Насколько я знаю, может, я ошибаюсь, я с удовольствием изменю свое мнение, потому что мне важна, как и нам, всем объективность, а не чьи-то частные мнения и суждения. Ну а мне кажется, тут вопрос очень серьезный вообще в плане неких объективных процессов. И эти объективные процессы, они связаны с тем, что в ситуации глобального финансово-экономического гривца, собственно, нам, с одной стороны, нужно новая индустриализация и развитие, а с другой стороны, нам необходимо, безусловно, научиться и в каком-то смысле организовывать такие индустриализации и развитие в государствах любого типа, в том числе в своих регионах. Поэтому я считаю, что интереснейшая тема, это как и наши, а в Костромскую область поднимают, и как, в принципе, в любой стране, если необходимо, если есть желание соответствующего руководства страны, народа и так далее, как вместе делать серьезную индустриализацию и программу. Уважаемый Владимир, ну вот, всего рвано вот это состояние, но я обозначил некоторые базовые проблемы, и дальше, мне кажется, во-первых, важно обсудить этот все-таки вопрос, потому что на нем не столько даже мы касаемся и обсуждаем Африку, как сложный, далекий континент с абсолютно разными субрегионами, государствами по уровню, по проблемам, по задачам, но мы, собственно, обсуждаем самих себя, вообще, что мы собираемся делать, как все-таки кто мы, то есть вот такое провинциальное, очень региональное, мелкое, по сути, государство, реально, де-факто, как многие требуют, кстати, в политическом пространстве, просто признать и успокоиться, как мы успокоимся, там ваши советские фантомные боли, надо их куда-то убирать, все ампутировано, поэтому, в принципе, незачем обсуждать даже такого рода вопросы, не то, что какие-то конкретные планирования существуют, но другие, я вот к их числу принадлежу, я считаю, что проблема не в фантомных болях, а в том, что русские для всего в мире есть дело, русские должны подниматься, русские, я имею в виду, как рашенс, и, соответственно, проблематика сотрудничества со странами африканского континента имеет самое прямое отношение. Ну и последний момент. Конечно, еще раз повторю, что не являясь специалистом по африканистике и проблемам сотрудничества с Африкой, конечно, любой понимает, что это очень разный континент, внутри устроен, в том числе, на нем идут процессы, которые уже самые непосредственные и у всех на слуху, с той же Ливией и Северной Африкой в целом, и где уже мы предприняли ряд позиций, которые, в общем-то, во многом, как представляется, будут препятствовать какой-то политике по отношению к Африке, стране Российской Федерации, потому что то, что происходило в феврале прошлого года, когда в итоге Российская Федерация воздержалась при голосовании за резолюцию 1973, то есть фактически пропустила эту резолюцию, безусловно, это, конечно, так представляется самым тяжким образом на наше сопротивничество, скажется, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, и это будет здорово, но мне кажется, это очень серьезный такой показатель нашей неадекватности в происходящем процессе. Сейчас, слава богу, на Сирии все-таки ситуация более, мне кажется, ну, скажем так, более внимательной к сложности проблем. Я так скажу. Потому что дело не в том, что антиамериканизмом заниматься и противостояние американцы делают, или НАТО что-то делает, а мы должны делать наоборот. Дело не в этом, а дело в том, что все-таки нужно иметь собственную позицию с точки зрения понимания, куда все приводит. И сейчас, конечно, то, что происходит в Сирии, при всей сложности и абсолютно непредсказуемость того, что происходит, диаметрально противоположно. И в этом плане нам, конечно, без осмысления илевийского факта и всей ситуации тоже уже сложно и в целом к Африке относиться и устраивать нашу позицию. Ну вот, я завершил бы здесь и попросил бы дальше, у нас есть презентация, да? У нас есть доклад. Да, доклад. И дальше бы просто высказаться в свободном режиме. Пожалуйста, Александр Ильич. Да, я хотел бы предоставить слово Шерпунову Владимиру Викторовичу, директор Института минеральных ресурсов стран Африки, Азии, Америки. Санкт-Петербург сейчас в секунду включится. Я, кстати, был с огромным удивлением и интересом обнаружил, что такое существует, как я понял, даже молодой, так сказать, институт, то есть где-то 10 лет, по-моему, созданный, я не ошибаюсь. И в этом смысле, мне кажется, это здорово. И в рамках предложения этого института также говорится простой вопрос. Ребята, кадры есть? Кадры есть, кому работает? Задача, но нужна политика. Так, можно с вами подключить? Владимир Викторович, мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Сейчас, секунду. Да-да, сегодня брок раздевал больше. Хорошо, слышно. Ну, будем слушать, да? Слушаем, да. Ну что, я, пожалуйста, отвечу на вопрос Юрия Васильевича. Кадры есть. Теперь, угодно, нет, у меня слов, что-то представляет наш институт, а дальше уже страны. Мы работаем на Африканский континент. Работали. Вадим на все страны, азербург, 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 азербург. Каза, крови, защитивовки, все остальное, мы сработали. То есть, собственно, сраженные части. Сахары не работали, в Казахстане не работали. Сахары, в Казахстане не работали, в Казахстане, в Казахстане не работали. Еще остальное, все климатические обстановки от кустыни в Казахстане не хорошо освоены. В настоящее время мы работаем в четырех странах Африки в Омпийской проектах. Это в Африке то же самое Красный, Ганг, Ганг, Аггенея, Центральная Африканская Республика и Турган. То есть, в этих четырех странах мы сейчас выполняем работы. Направленность работы не разношелевая банка. В настоящее время в нас есть идеал в Угенеи, и вот в этих четырех странах мы работаем. Наработанные методики, технологии имеются очень большой рецент квалифицированной геологической, горной технологической силы. И вот я думаю, дальше этого вопроса крестемся, так как, конечно, у вас кадров. Это ключевое вопрос, но в числе, очевидно, он будет ключевым. Мы в планах России в отношении экспонтарного летия на Африканский континент. Я хотел бы обозначить основные выводы, как я понимаю, как вы понимаете, которые, собственно, отвечают Африканский континент, страны Африканского континента, от основных развитых и развивающихся стран, в том числе и развивающихся. Хотя все страны Африканского континента тоже называются развивающимися, но это немножко другое развитие. То есть какие-то болевые моменты, которые нужно все-таки развить, для того, чтобы экспорт развития не был сверх. Первый элемент – это общеобразовательный уровень населения. Второй элемент, близкий к нему, это уровень квалификации основных специалистов, основных нахронов. Вот эти два фактора, я предъявил, один – общеобразовательный, и он, конечно, для Африки является ключом. То есть все остальное можно как-то подтянуть, даже достаточно быстро, при наличии определенных ресурсов финансов. То есть общий образовательный, конечно, пастор требует очень многих лет, очень больших усилий, и, конечно, его подчеркнуть быстро нельзя. Дальше вопрос в неравнической кривой базы. То есть здесь нет системности. Определенные компании, которые работают в неравнической секторе, которые, конечно, кое-что подтягивают, но системности нет, системной работы нет, и здесь вот необходимо эти вопросы решать. Ну и еще два фактора, это типическая расчета и инфраструктуры. Вот эти пять факторов я бы выделил в качестве основных, это не только их подчеркнуть хотя бы за уровнем украины. Ну вот говорят, в России тоже всегда была проблема, другие дороги. Ну что-то, до нашего уровня, конечно, это еще долго подтягивать, вот эти пять факторов, которые должны работать. Теперь вопросе, может ли, допустим, Россия выбирать свой ввод в вопросе экшпоторазмития на африканский континент. Здесь, ну я сам русский, так что в этом отношении, смотрите, знаете, заниматься тяжелым восприятием, вот я вам могу сказать, у меня с твердым убеждением, что Россия может эту задачу решить. При наличии, конечно, очень серьезного размышления, не придется решить что-то. То есть Россия имеет очень большой задел до 89-го года, когда Россия оказывала огромнейшую и в какой-то степени, можно сказать, безвозмездную помощь. Африканские и строкам, ну конечно, те, которые политические подтверждают, но все-таки это на самом деле была огромнейшая и в какой-то степени безвозмездная помощь. Очень большим и решающим фактором является вклад России с 89-го года в развитии генерал-ширевой базы для ее изучения. Это огромнейший отряд русских специалистов, который хорошо изучил африканский континент. Я считаю, они позволяют как-то оптимистично определять России свою особую роль в развитии, в экспорте развития на африканских континентах. Вот, допустим, мы работали в 11 странах. Практически все, где мы работали, у нас принимали за русских. Практически все, где мы работали, нам говорили, геологи, инженеры, грандики, что русское геологическое слово лучшее в мире. Что русские геологи лучшее в мире. Это вот нам говорили африканские. Даже, пока не исходя из этих основных факторов, другого, ну, хорошего отдела и хорошего активизма в решении вопросов, я бы мог сказать, что практически везде на африканском континенте с очень большой признаками относятся к русским. Правда, немножко после 89-го года подпортили некоторые товарищи, вот русские, определенные, достаточно жесткие товарищи появлялись, решили составить задачу на африканском континенте. Но, в целом, я думаю, что они не настолько подпортили авторитет, как бы любовь, при кружке, все на африканском на тенихе присутствуют. Это очень важный фактор. Вот, допустим, если сравнивать основными игроками, сейчас те же китайцы, африканцы, европейцы, там отношения весьма неоднозначны. Разных планусов. То есть, вот это, конечно, капитал, надо использовать без этого сомнения, и он очень поможет в работе. Потому что, вряд ли нет, просто. Американцы везде работают, европейцы везде работают. На китайцы уходит шанс. То есть, русские могли бы работать и могли бы решать эти вопросы. Ну вот, коротко такая общая ситуация. То есть, я все-таки отмечаю континул в очень важном для этих стран аспекте генерального кредитов. То есть, это, конечно, мое направление. И я не буду отвлекаться на политические, я там считаю, демотивы. Это вот то, что можно сделать. И вот я предлагаю вам постепенный алгоритм. Как это можно сделать, исходя из моего более чем 10-летнего опыта, моего и моего коллектива с работы на африканском континенте. То есть, как бы я привиделся вот на эту работу экспорт развития на африканский континент. Ну вот, как это все, как это все, как это все, как это все. При вращении в любую страну, я бы предложил прежде всего на Первом этапе организовать конференцию. Конференцию, примерно с таким, международную конференцию, примерно вот с таким, с такой тематикой. Ведеральная сырьевая масса определенной страны. Настоящие положения и перспективы развития. То есть, вот такая международная конференция предложение в саморазвеститых встреча местам. Она помогает сразу выявить какие-то поливые участки, какие-то очень серьезные проекты, предложения. И можно было бы уже с чего-то начинать. Вот такую международную конференцию. Ну вот то, что я говорю. Это вот то, что может организовать наш институт практически в любой африканской стране. И нам есть практически все аспекты для этого права. Второй вопрос. Это организация курсов повышения квалификации. Прежде всего, теологов, гордиков, ну, въедиков, учителей. Потому что средний уровень специалистов, в любой у вас каждый, на африканской континенте, все-таки очень не так. И это несмотря на то, что, вот, допустим, некоторые, мы думаем, африканские инженеры, учили стажа там в Кэндридже, в Назвуку, то есть в очень хороших учебных проведениях, то есть вот, вот, чего нам объясняется. Инженеры формируются, настоящие специалисты формируются не в институте, а в том, что он выбирает свою страну и практически больше ничего никого знает. То есть русские институты, и после института, вот они как раз и формировались как теорологи нашей мощнейшей геологической русской школы. Вот поэтому все специалисты, даже те, которые окончили там Кэндридж, Макаришет и идущие учебные среди, ищие, они очень низкие в области. То есть вот мы вот, вообще, для наших, там, синих, 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 ну, по-предвиду, ты, конечно, за этот уровень природашей геологической геологии. То есть они, на другую, вот, опять-таки, не на один миллионный вопрос. То есть это вот второй вариант. Добавь нам предложение, с чего бы надо было бы начинать, с другой стороны. Курсы повышения в политикатах. Хорошая грузия. Мы уже практически, вот как мы видим, где эти темпы, мы можем организовать в любой стране такие курсы. То есть это вопрос. Любой вопрос, я бы уже объяснял, он реализуется легко, нашлищественно. Третий вопрос, третье предложение. Это генеральное развитие генерального жирного и газа. Обычное это место, законодательное такое развитие, не плановое развитие, то есть обычно вот эти все как министерства, власти, департаменты, геологические службы, они только фиксируют, что это предказано, ничего, никакого развития, никакого развития там не нарисовать. Поэтому, это тоже очень важно, вот здесь надо делать промоционные системы, или редакции от каждого полярца Чеснокопаевых, редакции от генеральных геологических карт, то есть генеральных гарантий. Четыре предложения. Надо было бы в каждой стране надо предоставить генеральную геологическую экспедицию, которая говорит, в облице что занималась генеральной сливой банки вот мы организовали такую экспедицию карли, правда она работает на чете заказчика, и не занимается в облице генеральных сливой базовой сливой, но вот мы организовали там вот она собственность и человек, генерал, гералоком, очевидно, то есть идея в вашем облице. Пятое, это выявление, оценка, изучение конкретных объектов, то есть пристроения полезных сископаемых и освоение запусков учебных платов. В настоящее время мы запустили, организовали платы учебных предприятий в ГАДИ, то есть это может нам хорошо отходить, имеется целый ряд очень сложных моментов. Выявили таких предприятий начали их отчетки, но учеба связаны местными дитами, связаны с высшей высшей дитой стран, то есть нет определенных определенных осознанностей. И наконец последний момент, который наступил в этих организационных мероприятиях, это вопрос у реалистов, которые отказывают вопрос, который необходимо являть в проект объемные совместные проекты развития с этим и странами, вот здесь я вам предложил тот первый элемент. У нас сейчас 3000 геологов малифицированных у нас в Украине, в России, да, они большая часть в Украине. У нас очень большой испыток малифицированных кадров, геологов, грандиотов, технологов, обходителей, которые нам делают принять участие в этом процессе блокадровом решения организации совместных проектов. То есть я понимаю так, что ты украинцев на высокой квалификации нужно позвить со стороны России подружки планов на эти задачи и они поднимают то есть у нас несколько миллионов консервайтеров украинцев работают в том числе большая часть из них в России то еще на 100 тысяч добавить это значит примерно 100 тысяч на каждую Африканскую страну что будет очень завесно на этом общем грандровом уровне любой страны вот это шестое терапевтие которое я предлагаю в том числе чтобы резко запихивать ситуацию в любой Африканской стране то есть вот то что я предлагаю институт генеральных ресурсов Африки вот наш институт может легко но не легко конечно но может нам в любой Африканской стране мы каждому готовы и вот поправим финансирование конечно пока мы работаем вам конечно нравится нашу программу мы с новой комплект подключились вы хотите конкретно предпринимать для этих африканской ну вот вот это все спасибо до новых спасибо огромное просто не знаю мне просто страшно интересно и тем более что за этим за вашими словами не только опыт стоит но и блестящая схема вообще работ которую при наличии политики соответствующей просто готовая схема дальше чуть-чуть ее дорабатывать можно с ней действительно серьезный экспорт развития и планировать и осуществлять хорошо мы тогда сейчас обменяем все выступания и будем включаться да Владимир Ильич спасибо давайте тогда просто обменяемся извините еще раз что скажу кто хотел выставить поделиться я я гусман Борис Викторович геолог специалист по твердым полезным ископаемым 43 года работаю в возрасте из 1989 года за границей участвую сейчас являюсь независимым экспертом консультантом по минерально-сырьевым ресурсам являюсь экспертом России по недоропользованию это официальная должность существующая в России при государственном комитете по запасам полезных ископаемых я убежден что мы обречены на сотрудничество неактивное деловое то есть прям обречены в силу определенных обстоятельств Владимир Викторович которого я знаю давно многие годы уже говорил о том что практически в любой стране где не появлялись обязательно надеж русскоговорящего геолога который чуть ли не со слезами на глазах а иногда через 20 лет в какой-то мали мне окрили Борис сокурсник потому что вы знали мы в дружбе народа общились я закончил восточский географированный это и вегетнанцы это египтяне и кубинцы и кого только мы не учили и склад характера и воспитание может быть и культурное наследие которое мы им дали оно близко да в годе спевались благодаря российским привычкам и традициям но большинство из них с теплотой с уважением относятся к нам и даже те страны которые не имели теснейших отношений как у нас были например начинала я границы корейской народно-демократической республики по отзору межгеологии которая являлась основной организацией проводящей политику помощи именно помощи а долги как вы знаете недавно списаны в огромном количестве и Кубе и Канадыря и остальным не буду перечислять недавно только господин Путин перечислял те деньги которые посещал Таджикистан в обмен очередного списания на военную базу вы это прекрасно знаете так вот даже такая страна Таджикистан нет Кыргызстан даже такая страна как Зимбазо меня удивило тем что мы не оказывали серьезной помощи в этой стране чуть-чуть за рубеж геология работала конечно некие миллионы сотни миллионов долларов и те недавно делегация в Мугабе была в России именно с целью договоренности о научно-техническом сотрудничестве в освоении политических ископаемых то есть я уж не говорю о таких странах как Куба Монголия где наши экспедиции в огромнейших объемах со своим оборудованием технологиями создали такую же как в России генеральную сурью-базу в которой в принципе как Россия живет через процентов малого национального так и остальные страны этого же мира я разделяю те предложения которые высказаны Владимиром Викторовичем да и мы используем своих украинских друзей геологов при своих исследованиях за рубежом действительно потому что в России еще как-то геологическая служба востребована на Украине она буквально выброшена на улице я разделяю те предложения которые сказаны им по тем формам внедрения вхождения немножко по-разведческим вхождения в эти страны но среди самых простых которые лежат на поверхности я считаю это восстановление тех советских принципов когда они соблюдались в структурах типа Тарпресс по-сольски когда мы в той же Зимбабве где мы пять раз в Танзании где мы четыре раза в Рафрику Винея Малии я в многих сравнении покупал мы шли знакомым Тарпресс да они помогали нам да они советовали они как-то координировали они организовывали из чисто товарищеских российских побуждений встречи да с другими работающими там что сейчас происходит я вот недавно работал в Зимбабве пять раз и никто не знает абсолютно что несколько российских компаний работает в Зимбабве мы знаем случайно между собой а ты не знаешь а я так же работал вот у этого вернулся и так далее то есть вот координация создание какого-то клуба действительно российских компаний не только в области нейральных ресурсов но и в торговых отношениях много же у нас представители в Африке занимаются логистикой в том числе вертолетчики и огромное количество специалистов это было бы хорошим шагом в продвижении российских интересов в совместном объединении усилий потому что как говорится соломику легче разломить чем вене поэтому я полностью считаю цель стратегическую вхождение в Африку и не только в Африку в Восточной Арте во Вьетнам Лаос и так далее весьма весьма актуальным полезным и он все равно этот процесс идет его можно просто ускорить потому что не захватив те ниши которые вы пропустите они будут немедленно они уже заполняются теми же детальскими компаниями вот в Калугу я тоже например в Венюсселе где работали прекрасные золотозабывающие компании братья Агапова которые там добывали месторождения несмотря на все декларируемое дружелюби господина Чайес недавно прошла национализация ряда компаний повышение налогов и выдавливание с этого рынка не только американцев которые просто выкинули и отдали крупнейшее месторождение отдали другим компаниям в том числе китайский в Колумбии отдана одно из богатейших месторождений это 500 тонн это очень много золота для месторождения отдана от американской компании китайской компании то есть они же занимаются поэтому я поддерживаю вашу инициативу считаю это благое дело считаю что рекомендации высказаны господином очень очень полезны спасибо извините что задержал вопрос нет как наоборот я тут задерживаю покаянцев всех недопустимо значит вопрос такой знаете поскольку вы сказали слово обречены как-то оно меня поразило но ведь обычно какие есть аргументы в идеологическом плане закончились принципы безвозмездной помощи всю основе только взаимовыгодные условия договор это однозначно я не прекрасно это понимаю да если у них нет денег то давайте давайте таким образом вы давайте эти недра на каких-то условиях мы разъеклаем за счет этого облегченные ставки налогообложения это все элементарно то есть был в своем время разговор вот эти долги огромные африканские азиатские кубинские не просто чиновники чтобы списывали извините меня либо получали за очень хорошие отказы по депутатам цены скупаете а на основе этого мы разрабатывали свое время опять свое время за начало 90-х годов есть такой великий старатель Вадим Владимирович Туман Высоцкого и от него я работал главным биологом международного геологического бюро мы предлагали компенсации минерально-середины ресурсами именно не просто что давайте мы вагонами вывозить у вас будем какую-то руду нет мы ее будем продолжать сами добывать но освободить от налогов соцсети нам льготы какие-то понимаете и это можно продолжить это вполне реально господин Шухов на эту тему не говорил а как раз и профобразование действительно не хватает это за счет того что как у нас в России делается мы хотим развиваем производство но в соседнем поселке готовим молодую смену для своих же работ и это можно не общее благо что всю страну учить нет для этого родника для этого производства спасибо большое Андрей это за гринная тема это интереснейшая тема мы сейчас пойдем по кругу а потом уже более может быть летаем значит у нас так получилось я генеральный директор русско-африканского фонда науки развития науки культуры делового сотрудничества такое емкое красивое название но на самом деле это попытка людей которые работали в Африке причем десятилетиями создать ассоциацию вот ассоциацию тех людей которые и живут сейчас в Африке по развитию сотрудничества прежде всего делового да в данном случае можно рассматривать что науку и культуру как факторы как факторы собственно говоря развития факторы производства если хотите я вот именно с этой точки хотел сказать что они взаимосвязаны но тем не менее говорили что низкая квалификация трудовых ресурсов не способствует тому чтобы у нас был экспорт в эти страны но это зачастую не так штат-квартира у нас находится в Камбале это Уганда значит это Восточная Африка причем в страна входит некое такое таможенное содружество восточно-африканских стран в Кене Танзания Бурунде Руанда сейчас к нему примыкает интересная как бы такая страна Южный Судан провинции богатые ресурсами Конго это фактически один экономический кластер и вот сейчас мы тоже встретились с некоторыми товарищами нашими товарищами которые занимаются Северной Африкой и я бы сказал Восточной Африкой это Эфиопия Джибути Сомали-Лэнд и складывается ощущение что есть и кадры которые хотят и умеют и знают как работать есть некое понимание и скажем так инструменты как развивать например экспорт в эти страны но я бы сказал что абсолютно нет никакой поддержки понимания со стороны государства причем очень обидно что действительно государство обращает внимание только на олигархически крупные компании которым помогают бывший премьер-министр нынешний президент очень много говорит о Газпроме это действительно очень важно для страны потому что это флагманы и так далее но как всегда значит все средние компании мало средние компании инновационные компании они почему-то как бы исчезают с поля зрения нашего правительства и это очень плохо потому что я могу сказать в Африке присутствуют сейчас все это и американцы и европейский союз и китайцы и мы можем сейчас с этой ситуацией уже конкурировать и с иранскими производителями японцы там есть корейцы поэтому не надо думать о том что Африка никому не интересна поэтому заявления такие бессмысленные которые давайте мы не будем себя сравнивать или торговать с Африкой это большая глупость у нас есть большие проблемы у машиностроительных компаний им не хватает выпуска своей продукции и рынок некоторых стран Африки вполне мог бы быть использован но для этого опять нужны некоторые вещи потому что что такое это же не торговля как бы торговля сложной технической продукции это необходимо для такой торговли организовать сервис организовать базу и так далее и вкладывать какие-то средства причем изучать ситуацию в стране заниматься маркетингом настоящим я вынужден сказать что все наши автомобильные производители а я как бы имею к этому отношение честно говоря они в силу каких-то причин не занимаются этими вопросами все это ерунда как бы из-под палки и так далее они продолжают свою политику туда-туда вылезают военные наши продают вооружение они пытаются продать свои камазы или еще урал и так далее то есть это скажем политика советского союза сейчас ситуация изменилась никто не будет никакую технику покупать если нет сервиса если эти машины не представлены и так далее но они нужны самое интересное что качество и цена декларируемая автозаводами она нормальная но опять в данном случае о чем я хочу сказать американцы помогают своими компаниями во первых там в Туркпрестах работает человек по 20 который занимается только экономическими проблемами у нас полставки или одна ставка они страхуют свой бизнес есть ассоциации которые конечно правительство этих стран скажем так помогает им крышует в хорошем смысле слова вот французы например это не значит что там любой любая компания опирается только на свои силы она пользуется информацией других компаний ассоциации определенных бизнес застрахован и так далее вот у нас же как мы отмечали ничего такого нет ни помощи в кредитовании наших экспортеров ни помощи в страховании ни помощи в каких-то в какой-то юридической международной поддержке потому что получается так что попробуйте вы скажем так что-то сделать с американцем в правовом поле или там не в правовом поле и так далее то вы как бы попадете под машину американского там влияния и так далее китайцы то же самое в общем-то они поддерживают свои как бы граждан и предпринимателей в Африке а русские часто предоставлены сами себе и при этом все равно есть и смельчаки и авантюристы и разного рода люди но они что-то строят делают мы это видим интерес интерес есть но опять же это не системный интерес люди часто приезжают некая такая доверчивость существует очень много мошенничества российские предприниматели теряют деньги потому что не с теми людьми связываются не понимают законодательства в этом плане необходима большая помощь причем диаспора которая живет в этих странах она реально связана с Россией она реально несет ответственность определенную да и поэтому вот это взаимодействие нужно наладить причем как бы я не знаю поскольку государство российское не помогает то остается надеяться на какие-то ассоциации да по интересам да еще ситуация вот крупные компании они самостоятельно заходят на рынки Африки там работают Ренова Газпромбанк Норникель у них есть свои предприятия они себя чувствуют в принципе неплохо но вы знаете им помогать как бы уже и не стоит потому что вы знаете все многие ресурсы отданы им и так далее вот очень интересная тема кстати геологоразведки и использования ресурсов потому что как бы основополагающая вещь посмотрите сколько кадров не задействовано у нас есть опыт работы база но нет формы организации и нет элементарного финансирования мы обращаемся зачастую вот я обращаюсь в ЭТП в Нижнекономбанк скажем в Газпромбанк где имеются собственно подразделения которые твердыми минералами занимаются но я вижу что эти люди как бы они скажем это больше финансовые спекулянты вот а не люди которые как бы хотят что-то открыть и без этого сделать актив у них у них собственно говоря и нет такого как бы профессионального интереса купить акции продать и так далее вот но у них есть деньги но никто из них не собирается сдавать никакую юниорную компанию а юниорная компания это та которая как раз берет участок его исследуют и собственно говоря это уже юниорная они называются юниорные юниор месторождение определенных и перепродажи потом крупным компаниям то есть ее задача то есть как бы на первом этапе она подготовки выявления месторождения потом деньги уже должны серьезные для того чтобы провести разведку possibility study bankable teo это уже перепродают либо средним нападут это нормальный класс компании которые в России еще отсутствуют юниор еще отсутствует да везде уже присутствует а у нас даже генодательство по-моему не позволяет это делать потому что почти во всех африканских странах можно наряду с геологоразведкой делать сопутствующую добычу а там некоторые вещи лежат на поверхности поэтому это улучшает ситуацию для юниорных компаний поэтому я считаю что вот инструмент юниорная компания с участием именно российского капитала для работы ну например на разломе в виде этих вот этих озер и так далее это вполне реальная вещь вот наша даже инфраструктура у нас там есть и дома и как бы связи и знания ну могли бы принять в этом активную часть но вот этот вопрос где-то обсуждать надо наверху потому что еще раз кадры есть связи есть профессиональные опять же геологические кадры есть которые хотели бы там работать украинцы или русские какая разница там такого подразделения нет то есть это все русскоязычные все одной культуры и так далее вопрос очень серьезный также по транспорту там востребовано камаз но камаз не продает машину там востребована лады но вас не продает туда машина понимаете просто как бы а почему потому что департаменты их внешние экономические деятельности работают по старинам то есть там несколько человек которые ну для них заработок это командировка ну вы понимаете как в советское время а речь идет о вложениях не в вложениях именно вот в развитие дистрибьюторской системы маркетинговые исследования причем поскольку да зачастую там газпром или еще кто-то обращается в крупные аудиторские компании да это правильно у них много денег и так далее но зачастую можно получить такую же информацию за более дешево более экономичную там нам намного порядка потому что используют наш потенциал у тех людей которые знают Африку знают как а главное часто на порядок более достоверный естественно достоверный потому что никому не выгодно здесь ее как бы ну каким-то он совершенно верно дело в том что все равно аудиторские компании запада они волей-неволей они отдают предпочтение западам компаний так или иначе связано это с политикой либо с экономикой либо и так далее поэтому наши они ну скажем они используют нашу информацию все узнают о наших компаниях а собственно говоря отдача-то небольшая вот мне кажется эти вопросы надо ставить перед правительством потому что еще раз в каждом парламенте у нас есть группа по сотрудничеству с Африкой в администрации тоже кто-то занимается но отвечает парламент ну есть же комитет по международным делам и там есть группа по развитию так сказать отношений я сейчас даже ну сейчас Косачев пришел но там есть группа которая именно занимается развитием африканских стран очень странная была некая в прошлом году в декабре месяце межпарламентская конференция которая была проведена в Адис-Абебе в общем она совершенно была неподготовлена затрачены огромные деньги никаких результатов ничего то есть получилось наверное следующее что была какая-то запись где-то что в плане что надо провести в Африке и в конце вспомнили об этом и провели ну понимаете это ужасно потому что сами африканцы говорят ну вы знаете русский вы вот как бы очень многие знают русский язык они сейчас как раз премьер-министры и так далее но вы понимаете нам как-то уже вот некомфортно становится потому что приезжают какие-то люди и главное подписать какие-то документы бумажки и так далее которые потом никем не исполняются мы говорят привыкли по-другому мы говорят хотим чтобы люди присутствовали разговаривали с нами мы приводили их в дом и так далее то есть ну вы поймите это же доверительность доверительность но любое название в списке возьмите concern trust это все доверие опять же здесь я немножко натягиваю одеяло на себя в плане того что люди которые с нами работают в ассоциации они работают там по 15-20 лет то есть их контакты вы понимаете да они не уехали вот в 90-х годах когда здесь возникли проблемы они решили остаться там но они поддерживают отношения с Россией у них здесь есть активы иногда семьи живут там иногда здесь поэтому на них можно рассчитывать как надежных людей да потому что есть люди которые вы понимаете антирористы во всех странах есть о них тоже кстати говорить иногда говорят плохо даже вот о Буте и так далее но не всегда все так ну и потом в эти вот шальные годы без них просто бы ничего но они бы не выжили конечно никто бы не выжил вообще и скажем нельзя так к ним относиться есть информация какие заказы они выполняли что они делают лучше их называть пионерами ну пионеры да пионеры да пионеры еще раз очень много возможностей все-таки существует но без поддержки скажем правительства и в какой-то степени финансирования таких вещей вряд ли что-то может случиться сейчас обидно видеть людей которые приезжают в Кампалу делают там офис свой и потом приходят к нам спрашивают а чем мы будем заниматься ну вы поймете что это уровень просто уже непонятно либо люди приехали там повеселиться или что-то сделать мы сейчас такие ну мы такие не такие нет надо из этого выкарабкиваться надо из этого выбираться но конечно а вот Александр Девченко а мы в МИД приглашение кого приглашали кого-то приглашали они даже звонили сказали что придет человек но сегодня позвонили где-то часа присты сказали что вы совещали вы знаете МИД это такая очень старинная организация со своими со своим представлением о мире и так далее вы как выговорите дипломатичность я могу погрубее сказать потому что я бы со многим посланием встречался появляются послы хорошие действительно которые пытаются помочь но они делают в силу своего гражданской позиции или какого-то интереса к тому чем они часто получается что в каком-то смысле выходя за формат рискует и они рискуют как белые воросы непонятно что они там нужны какой-то частный интерес они не могут они по статусу посол не может этим заниматься но он пытается это сделать конечно он открещивается от каких-то там вещей и это это правильно но вы знаете это не находит поддержку в мире поэтому только торпресса сейчас нет как вы знаете те люди вот сравните 20 человек в Конго в Кеншасе работает это в торговом отделе США и у нас полставки то есть человек занимается на полставке сбором экономической информации о стране о чем о чем говорить у нас есть определенное преимущество перед китайцами исходя из того что у нас нет человеческих ресурсов китайцы сейчас очень боятся в Африке во многих странах понимая что там где появился один китаец там появляются десятки тысячи китайцев и мы вот просто интересный факт что я разговаривал с одним африканцем в Угане и объяснял что поймите вот сейчас вот здесь появился китаец и у него и водители кухарка и уборщицы будут китаянки он не поверил мы встретились через два года он сказал что ты был прав то есть эти люди не могут работать в интернациональных командах давайте использовать это у нас потом им надо и свои занимать ну это их проблема у нас как раз вполне возможно что наши специалисты супервайзеры могут наладить производство и так далее опять мы знаем какие функции не отдавать африканцам поймите надо делать джент рейдж безусловно на этой территории но некоторые функции нельзя отдавать нельзя отдавать финанс потому что нельзя отдавать общее руководство технологии ну и генеральный директор должен быть русский так делают американцы во всех странах в том числе и в наших посмотрите интернациональный дженерал мотрес или еще во главе всегда стоят американцы финансами зачастую тоже американцы и так далее то есть вот у нас как будто мы совершенно все у нас как бы мозги почему в 90-х годах отключились что произошло непонятно я считаю что это в определенной степени целенаправленно делается но наше правительство и как бы руководство наверное лавирует и что-то делает но слабо и возможно сейчас акценты уже четко расставляются вы видите и вы участвовали в программе по-моему воскресенье и вас видел вечером и телевидение и так далее все понятно что нужно делать но я не вижу пока что это происходит Андрей Анатольевич здесь как бы ситуация она понятна в том плане что спасение утопающих и урок самих утопающих поэтому нам надо подумать какое может быть в том числе и определенное давление по разным каналам организов в нашей стране просто надо это покрайней напоминать говорить будить и как минимум мы сейчас это тоже может кратко тогда еще обсудим Станислав у вас есть какие-то фиксации я очень благодарен Станиславу потому что он по сути инициатор нашей проектной сессии обратился и мы начали потихонечку готовить да пожалуйста у вас какие-то замечания да ну хоть я сразу скажу что не специалист по Африке просто меня удивило ну не то что удивило понятно что не все в нашем мире ладно такой гигантский рынок не знаю с такой дешевой рабочей силой такими перспективами и совершенно туда не стремимся я что хочу сказать на мой взгляд нужно не какие-то нужно развивать все направления то есть это и геоглазобыча сырьевая база и образование в стране и какое-то производство стояга они все друг друга потянут если они куда-то можно я здесь скажу в каком плане потому что все выступающие наши уважаемые эксперты просто огромное уважение вызывают своим опытом и знания крайне сложные вообще специфики континента но в принципе пока у нас даже получается очень в крайне хорошем смысле слова простой есть уже инструмент потому что нужно реально геологи и такого рода вещи и колледж и русский колледж поскольку все равно профессиональное образование оно имеет здесь гигантское значение вот в принципе если государство вот так вот создает все колледжи причем эти колледжи насколько я знаю может я ошибаюсь по правилам коллеги они часто и в том числе платные то есть они могли бы и по крайней мере окупаться то есть при этом создавая вопрос политики рынка и так далее и тому подобное и в любом случае при всей широте задач но геолога минералина разведывающая разведывающая и обогатительные комбинаты и прочее это просто как бы точно то что опорно это даже не отсюда поэтому в принципе даже метод есть потому что я правильно понимаю что русская геологическая школа никуда не пропала для всех сложностей то есть это действительно точнее даже можно сказать не просто русская русско-советская школа там гигантские были просто прорывы индустриализация геологи-разведки. Это наш ресурс, он есть, не надо ничего придумывать, не надо у кого-нибудь занимать, ничего. И образование, ну что же, в чем проблема в образовании и при нашем нормальном интернационализме, и все. Поэтому я просто к чему, что ни в коем случае не сводя все геологическое направление, но в принципе все равно ГУК, колледж, все, ГУК, колледж. И на базе этого уже развивались все остальные направления. Еще вот хотел бы добавить, одна из причин, почему до сих пор мы, нет нас в Африке, вот вы говорили, что к МИДу обращаться тоже бесполезно, правительство бесполезно, согласен, эти люди не заинтересованы в этом, надо обращаться к тем, кто заинтересован. Нужно, на мой взгляд, просто оценить перспективы развития, скажем, какой-нибудь отрасли, ну скажем, то же самое, машиностроение, хотя бы отверточную сборку там организовать и показать, что вот мы открываем такой рынок, станут востребованы такие-то специалисты. Соответственно, в нашем рынке увеличится зарплата. Скажем, инженер будет получать там какой-то не 30, а 35 тысяч в месяц, специалист там не 80, а 100 тысяч. И нужно определить ряд стран, в которых достаточно просто, ну, более возможно, чем в других, организовать какие-либо производства, оценить объем этих производств и просто донести эту информацию до общественности. Сейчас страна, благодаря событиям, ну, в декабре, в марте, изменилась, достаточно сильно политизировалось общество. И сейчас многие люди стали интересоваться экономикой, политикой. Сейчас информацию донести до людей гораздо проще. И вот я вижу задачу, ну, не то, что проектный советский, проектный советский, может быть, начало этому положит, а именно оценить объемы перспективы развития рынков Африки, России на этих рынках, показать, какую пользу это может принести для нашего общества, какие будут, что будут выигрывать, как бы, не политики, а люди с этого. Вот это вот, на мой взгляд, должно послужить толчком, скажем так, самым сильным толчком для совместного... Спасибо большое. Спасибо. Значит, ну вот очень важно то, что вы сказали по поводу ключевых стран. Я так понимаю, что вот уже назвали ряд стран, например, в частности Уганда, в частности Эфиопия, в частности Ганна. Ганна очень интересная страна, и я просто, так сказать, чувствую, там по разным, как бы, точкам много нитей всякие сходятся, так? То есть в этом смысле, ну, я, естественно, мнению просто. То есть, конечно, тоже некие приоритетные такие страны надо выиграть, но вы абсолютно правы, и то, что и Виктор Михайлович, да, правильно? Виктор Михайлович. Борис Ильич, извините, пожалуйста. И Андрей Анатолий Ильич, и, соответственно, наши украинские коллеги Владимира Ильича, да? Да, да. Владимир Ильич, вот, извините. Владимир Ильич, то, что правильно выглядели. Я думаю, у меня просьба, давайте просто совместное письмо составим, буквально, и в том числе с участием Украины, просто совместное письмо на Владимира Ильича Путина, в котором совершенно без каких-либо эмоций, без всего, просто что есть гигантская проблема, что основное, мне кажется, очень то, что Андрей Анатольевич сказал, тут даже не вопрос изучения все. Это, во-первых, известно, во-вторых, это следствие, основное координация, чтобы была некая направленная политика. И ведь действительно мы, я представляю, вот, наших, так сказать, зарубежных друзей и коллег, у них ощущение, что какие-то партизаны бегают, прыгают, ползут отдельно на свой страх политик. Эти авантюристы, те несчастные, те, наоборот, счастливые с миллиардами, те туда, но от страны нет. То есть есть просто отдельные, совершенно непонятные, поэтому прежде, причем они есть, то есть опять, мы же говорим не о том, чтобы в 91-м году все обвалилось и как бы все закрылось. Нет, гигантский объем работ проводится в общем-то. Но это все действительно абсолютно непредсказуемо, не застракованно, не скоординированно, и каждый делает накладные расходы в 10-100 раз больше, чем при координарином политике, даже чисто в экономическом плане. Поэтому, Андрей Анатольевич, просто если, так сказать, не против, давайте, может быть, баланку это там подумать, что туда, то есть как бы от фонда обращения. Мы, соответственно, эксперты прямо так и запишем, просто потому что нам тут не важность шапки какой-то одной, а, соответственно, важно, что нам совместное такое обращение. Есть вот уже прекрасное даже то, что наши украинские коллеги прислали в качестве своих предложений, тоже уже некое хорошее такое слово. Давайте такое письмо и подумаем, то будем мы пиарить в том числе. Потихонечку сейчас отправим, дождемся, потому что, ну, понятно, распишут в НИТ, в департамент Африки и прочее, там подобное, оттуда придет ответ на пяти страницах о том, что очень много делается, там открытое то-то, закрытое это и так далее. Но надо этот процесс запускать, потому что, еще раз повторяю, я лично абсолютно просто кожей чувствую, что проблемы не в Африке, конечно, а в нас. И мы и в Африке, я с Афганистаном немножко работаю, там в Центральной Азии. Ну, что мы говорим про Африку, когда в наших братских, так сказать, бывших советских республик, ситуация, по сути, такая. Очень похожая. Я бы сказал следующее, но и просто примеры. Вы понимаете, дело в том, что конкурентные преимущества появляются тогда, когда люди занимаются, прежде всего, обустройством своего дома, страны и территории. Похожесть в чем нас с Африкой? Посмотрите, к страну Конго. Огромная страна, 2500 километров диагональ. Там нету дорог, там климат, там нету дорог вообще. Там леса, джунгли. Сравните нашу Сибирь, дороги и так далее. Проблемы похожи. Мы работаем с коррупционными чиновниками и так далее, умеем обходить их или работать вместе. Там много тех вещей, которые мы могли бы использовать. Мы не боимся, мы более пока, к сожалению, наш персонал меньше получает, чем те же геологи, канадцы или австралийцы, которые тоже там присутствуют, тоже работают. И вот я посмотрел на их оборудование, на их знания. Я бы не сказал, что они далеко оторвались. Хотя они используют последние методы, но у нас есть определенный подраздел, по-моему, геолог развитка, где мы впереди. Вот альвеальное месторождение. Там канадцы вообще в этом особенно не работают, в таких направлениях. Мы могли бы просто это захватить. А это золото, извините. Это полова, кассетериты, алмазы. Там все таблицы Менделеева, плюс еще уран и все новое. Борис Витальевич бы тоже одну вещь сказал такую, конечно, когда я про списание долгов говорил, но второй момент к этому по поводу того, что у нас были или есть еще инструменты финансово-организационные, но еще же гигантская геолого-разведочная информация, которая, вот просто я знаю по одному из в Афганистане компасов, просто за 10 тысяч долларов вагон, документация купили, и китайцы. То есть я просто к тому, что это вообще настолько, даже к слову «бесхозяйственно» здесь не подходит, настолько неуважение к собственным ресурсам, потому что это гигантские по стоимости ресурсы. То есть если их оценить как нематериальные активы, это триллион, по сути. Поэтому я к чему, что, конечно, здесь тоже и вот эти вещи надо потихонечку поднимать, чтобы они начинали актуализироваться, закрываться где-то, потому что так просто вот мне сказали там 10 тысяч баксов, и я грузовик документации, нет продаю. То есть ну это же вообще разбазаривание базовых основ. Поэтому вот вопрос все-таки как бы нам тут поточнее все это сформулировать вне таком критикантском, не оскорбительном залоге, мне кажется, надо начинать первое, а потом дальше подумаем, может быть, чуть-чуть более широкую конференцию проведем, небольшую конференцию, условно, здесь в Москве, потому что, конечно, нужно собрать и компаний, и корпорации. Я думаю, здесь так или иначе, предположение, если брать аналоги из Центральной Азии, я думаю, тут и энергетические компании имеет значение. То есть и гидроэнергетические, и электромашиностроение и так далее, все-таки как бы это пока тоже фурычат, и те же силовые машины, они от заказов не страдают. Очень большое значение имеет вот в Угане, например, целый концепт у президента электрификации всей Уганы. И там действительно есть много источников для электроэнергии, гидрологических и так далее, и это очень хороший стимул для входа нашей энергетической компании, причем по всей цепочке, не только генерирующей, но и те, которые занимаются трансмитингом, и те, которые как бы определенные аудитории проводят, и все прочее, и телеметрия, и всего прочего. То есть это важно. Ну, я поэтому предлагаю, кто возьмет на себя ответственность взять такую адресную тучу. Ну, я сделаю рыбу, я думаю, что у вас реальные заготовки есть, как бы такие разные, вот там аналитические запятые, туда рыбу, мы тогда обменяемся, смотрим, так, добавляем куски уже конкретно редакционные, целостные и прочее, и я думаю, первое, надо запустить такое обращение, с ним начинать работать, потому что если мы не будем это все как-то водораживать, ну, понятно, вот, это первый момент. А второй момент, действительно конференцию, где может быть действительно собрать наши все-таки компании, не частные, в узком смысле, а в том числе и все-таки полугосударственные, государственные, и провести такую небольшую конференцию с более таким прагматическими, безусловно говоря, образования, геологии, энергетик, какие-то 3-4 дивизиона и такой, да, День Сергеевич, вы записали за мной, да, что я сказал? Спасибо большое. Значит, и, соответственно, третий момент, это вопрос, конечно, вот при всех этих компаниях и дивизионах, это все-таки некоторый, ну, какой-то идеологический конструкт, вот, как-то его обозначить, да, сейчас мы все главно, сейчас мы не знаем, не знаем, не знаем, да, Владимир Юрьевич. Некий идеологический конструкт, который тоже надо подумать, как его максимально, ну, явно, мы, вот, экспорт развития и, соответственно, совместное развитие, вот как вот это сейчас идеологично начинаем, в анонсе там немножко зафиксировано, и еще один идеологический момент, сейчас, Владимир Юрьевич, да, и еще один идеологический момент, вот, который я сейчас понимаю, вот, я, например, буквально вернулся из Таджикистана и пытался тоже все равно понимать, где, например, электрификация первый пункт, если мы что-то вообще, ну, в смысле, и для страны, и с нами, и без нас просто первый пункт, электрификация и индустриализация. И я вот, у меня сейчас четкое понимание, очень простое, может быть, оно кажется пока феерично-абстрактным, а мне кажется оно очень конкретным, а какая разница вот действительно, Костромская, там, Сибирь, Африка, туда, везде надо учиться, наши регионы делают, в флаг-суте, вторичную индустриализацию, первичную, где-то третичную, где-то уже там Томск, Новосибирск, с их гигантскими научными мощностями, там, может быть, третичную, ну, а надо это проектировать, надо просто учиться брать и смотреть. Здесь электрификацию начать, здесь то, здесь гойки, а здесь уже гоком то, пятое и десятое. Мне кажется, вот какой-то такой, я пока это слово назвал, фабрику индустриализации, но какой-то такой на поток, надо немножко... Ну, видите, мы же перескочили в постиндустриализационное общество, да, ну, то есть перескочили, это в головах у кого-то, это полный бред, услуги мы какие-то другим... Мы оказываем услуги, половина населения, он существует, непонятно на что, да, какие-то... Опять, это вот в политику все упирается, и на самом деле мы, конечно, не будем это в письме писать, мы напишем определенные вещи, но пускай помогают, раз они такие хорошие и хорошо живут, пускай помогают, потому что, еще раз, в ассоциациях потянет вот даже письмо многих людей можем потянуть, там, авторитетных своих... И это не шутки. Дмитрий Сергеевич, у вас что-то есть? Хорошо, Владимир, следующее... Господа, я должен убежать, я предложу извинения. Спасибо. Я уже до встречи буду. Владимир, спасибо вам. Спасибо вам, друзья. Давайте мы сейчас еще два... Меня есть сообщение. Значит, тогда Владимир Викторович, если плавно, да? Да, да, да. Хотел, пожалуйста, сказать, какие еще... Чуть погромче. Можно? Чуть погромче. Значит, я вот что хотел сказать. Я горячо поддерживаю следующий этап вот этой консеренции чисто в практический угол. То есть, волшебство, финансовые вопросы, рестабельность, экспансионные контракты, прибыль. То есть, давайте не будем альтруистами. Альтруистами мы сможем быть, когда мы будем торгадывать деньги. А вот тех, кто-то буквально отсыкрывает, то вот, что у нас обычные в практике. Что у нас обычные, порционные контракты, где-то 8, до 1-го ростных представителей, где-то 8, 10, ну, максимально 15 долларов в 1 грамм зонда. Настоящая первая грамм зонда, где-то 1700 и выше 20 грамм. Причем, с последней срочной тенденцией будет возрастать. Она 30, так что не возрастает. Так вот, вот, смотрите, 10-12 грамм, эксплуатационные затраты, 50-60, 1,5 грамм. Что это для этого зона? То есть, смотрите, вот, если реально, у меня есть несколько, в целом, не хорошо выберет их два, там, вот час, я лучше, допустим, 2-3 миллиона долларов, чтобы допустить, я называю это 20-12 грамм. Какая-то? И в неделю есть наше представительство, которые уже отобрали с тем, кто-то десятки, или с тем, кто-то нашли день. Из них 5-6, ну, точно с хорошим промышленным золотом, запускают на этих участках развивку, оборудую эксплуатацию. Исходя из этих эксплуатационных затратных мировых цен, буквально через 2-3-4 месяца существовали предприятия на расследствии, вот, вот что реально нужно обсуждать. Таких предприятий можно подпускать десятками. Это вот конкретно деньги, которые потом могут частично пойти и на организацию больниц, школ, то есть вот, да, дальше уже, то, что все чувства местного населения, там, властей, которые будут испытывать, видя, что часть прибыли идет, в том числе и на элицетии. Слышь, вот, я вам далечо подтверждаю предложение, где дальше, в ближайшее несколько месяцев, провести практическую конкретную с привлечением предпринимателей, инвесторов, в том числе группы, там, средних, любых. И вот тогда мы расшудим в том, как и ответить. Все, друзья, спасибо. Спасибо. Светлана хотела, да? Да, одну секунду. Светлана, вы нас слышите? Если можно, чуть погромче. Вы меня слышите? Да. Сейчас. Да, добрый вечер, Светлана, слышу? Вот, институт в Африке и районная компания, которая занимается производством оборудования для проектно-оборотительных комбинатов и продаж по всему миру. Есть у нас четыре африканских страны, которые знали по изучению российского бизнеса в Африке. Описали отчетов в МИД и прочие структуру, бывшие наши, правительственные. Ну и вот такое, то что социация действительно необходима, мы ее тоже предлагаем создать, но отвергло сейчас есть у нас сотрудничество, и оно, в принципе, по линии государства подобное проводит. Соответственно, все остальное дело из своих бизнесменов и их инициативы. Но, по моему мнению, что такую ассоциацию нужно создавать в периоде мотивации людей на местах, что же главное, как на нее, например, 5% от продаж и контракта. Тогда люди будут заинтересовываться и подавать российское оборудование в Африке. Просто так, мы, в общем, что на ассоциации, и дарайтесь обложить, ну, в основном, инициативы будут, но они областны. Здесь такой фонд, русско-английский фонд, на тибуторе главного сотрудничества работают в Африке. Это мы, но работаем в Уганде, да. Андрей Анатольевич, здесь присутствует, да? Да, мы работаем в основном в Уганде. Там есть решения определенные. Мы, в основном, мы целая конференция, должны быть в связи с бизнес-дорицем. Что-что? Во-вторых, африканцы все равно по нашему следованию думают, что русские – это гандиты. Кстати, потом иногда подтверждают факт, широко известный, когда Рейнбома продала свои гробомодавающие предприятия китайцам. Я просто вообще после этого девочек взлетела сию. Ну, это было. Потом было момент с КамАЗами и Газельем, когда они поставили в целую кучу машин, но запчасти, им нужно очень много этого сервиса, какой-то добыт крупный концерт, как МЭЛ, издавая СССР и Фольсвагена, когда открывают автобизнесы и привык сразу сервисов продаются. Российский бизнес этого никогда не делал. Это тоже сразу говорится с теми крупными бизнес-лурами и имениторами стран разных. Мы такое исследование проводили в Намилии, в Европе, в Танзании, в Киеве чуть-чуть. Общались тоже с бизнес-лурами, с ГАЗом, с ВДВА. Точнее везде все седаться одна и та же была. Российский бизнес сами любят вкладываться, когда местные ресурсы от Тула. Делают автономного. Еще, все же после, как правильно многие эксперты говорили, что мы ушли после первого года полностью оттуда. Это так и есть, и африканцы сами уже забыли. Они говорят, вы ушли, мы все продали там, останутся, африканцы, 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 африканцы. Мы вам в этом помогать не очень будем. Вот, да. Что еще было интересно? То, что наш ученый, например, в этом с геологией много говорили, мы по другому говорили, что, да, у нас вот хорошие показатели по добыче продукции, мы все качественно организовываем, мы не качественнее, чем китайцы. Но определенность такой менталитет, что они будут красивые презентации. Зачем их? Американцы, китайцы берут. То есть, они дают картинки, общение, наглядное там, визуализацию, дружеское отношение, ежедневное присутствие того, что обучали. Он с кем-то тоже не любит, и у нас в огонь не полетел. То есть, если у нас красивая презентация, мы констанавливаем отчетство, множество, цифр, графика, структуру. Это очень тяжело для их восприятия. Мне нужно надо упрощенно давать материал. Еще, с точки зрения их импультика, они все же очень эмоциональны, и иногда красивы. Это тоже нужно учитывать, потому что она находится в неделе, кто бизнес ведет, это узнает. Когда похищают постоянно менеджер, особенно, кто работает в золоте, в триллиантах и прочих охотных сферах. Это есть такой, кто всегда нам учитывает, и, в принципе, русские бизнесы там тоже не будут. Ну, известно, сейчас, но их жить. Потому что зарплаты вынуждены с ошкаливаться, русских. Таким, ассоциация в этом плане тоже должна помогать, и предоставлять, как бы, уже работы, то есть сама будет такая ассоциация. Вот. Но это будет, с точки зрения, наш российский пищедом активно работают в золоте и делают наставки. Очень многие компании российские, злаковые, турковые, цветочные закупают, как будто цветы, не знаю что, еще именно с аферки напрямую покупают, либо через посредников, чаще всего через нормальные, потому что, по крайней мере, договоров идет проще. У нас идет у нас такой вопрос по возможным декламациям. Но вот этот запрос все мы тоже освещали. Очень тяжело. Вещевые работы, переводитесь напрямую с Африки в Россию, по-моему, с аферки в России. Поэтому много перекупать через переоформление через Голландию. Вот. Как нам сказали, мы почти все разы, что вы видите на рынках, это Зимбабов. Мое мнение такое, ассоциация нужна, но только с поддержкой самих людей, где говорится, и все разговаривается, давайте какой-то процент от продаж, мы вам все сделаем. Но и учет африканского менталитета это обязательно, потому что у нас очень сильные нестыковки, это надо учитывать. Эмоциональное восприятие информации, общение, проще про поведение действия. Спасибо. Спасибо большое, Светлана. Рады были, я рады было слышать. Давно не слышал. Очень рад, что вы живы-здоровы и занимаетесь такой сложной, серьезной работой. просто у нас еще. Хорошо, значит, Александр Александрович тоже ушел. Денис, вы что-то хотите сказать? Ну, я бы сказал, откомментировал. На самом деле, Светлана много говорит правильного, но, например, вот тоже как бы фраза, что там наших похищают и так далее, это относится прежде всего к Нигерии. А сейчас вот люди, которые, например, здесь сидят, они слушают и это отмечают, да, поскольку это болезненный фактор, похищают наших бизнесменов или там из администрации, это происходит в Нигерии. Ассоциация не рекомендует работать в Нигерии нашим специалистам и бизнесменам, особенно среднего звена. Понимаете, мы уже даем всем эту рекомендацию в отношении того, как работать. Там надо создавать торгово-сервисные центры, которые как бы носят российское название. Это хаб или терминал. Вы знаете, что создаются технополисы. Там элементарно это можно создать, почти под открытым небом, и заводить туда продукцию. И вот эта инфраструктура позволит торговать и обслуживать нашу технику, например, или еще какие-то вещи. И это можно сделать. Но, конечно, в данном случае инвестиции должны быть не только частные, а должна быть еще как бы и прогосударственная поддержка. Вот и все. Что касается южноафриканцев, тоже хотел бы дать комментарий. На самом деле, многие крупные компании российские работают там. Я назову просто три Ренова, «Газпромбанк», «Газпромбанк», и вот там еще у нас сейчас кто-то еще есть, и еще ряд средних компаний. Они сталкиваются со сложностями. Почему? Потому что законодательство ЮАР крайне сложное. Там, скажем, процесс в обратную сторону пошел, и вот по отношению к иностранным специалистам также там не все просто. Получить лицензию или еще что-то тоже непросто. Поэтому ЮАР рассматривать как гавань для российского бизнеса, наверное, даже и не стоит сейчас. Вот Зимбабве, вот Намибия, например, Бацвана та же. Да, это страны, где, в общем-то, есть правила игры и можно работать. А ЮАР, ну, вы поймите, это как бы... Там не все... Процессы не только для... Бацвана из южных. Из южных, да. Из южных, конечно. И можно работать в Восточной Африке, где ментальность близка, вообще как бы там западная компания меньше... Западная Эфиопия и Джибути, да? Эфиопия была и в советское время очень важная страна. Эфиопия и Джибути, потом Уганда. Вот мы ее не слышим, не видим, но на самом деле экспорт за последние два года из России очень сильно увеличился за счет определенных категорий. Поэтому и гражданским отраслям нам, ну, как бы следует туда следовать. Вот. И потом еще раз. Это же сообщество определенное. Они гармонизируют свои процессы. Там Кения, Танзания, Руанда, Бурунди, Южный Судан очень интересен для нас. Там их накачали деньгами. Это надо использовать на самом деле. Угу. Угу. Там людям нужны продукты питания, там и строительный сектор, надо отстраивать джубу. Это тоже примыкает к этому, ну, к Восточной Африке. Угу. И, так сказать, скандальные ресурсы Конго, вот ее скандальные провинции тоже рядом с этими странами. Угу. И еще один момент такой, честно говоря, конечно, нужно слышать о себе со стороны, но у меня, например, есть список претензий ко многим странам, в том числе и на правительственном уровне, имеется в виду то, что они делают, и чем они хуже, чем другая африканская страна и так далее. И надо смело об этом говорить, а не слушать только африканцев, например. То есть это взаимный обмен, он должен быть честный, и если мы хотим там делать бизнес, мы должны друг друга очень хорошо понимать. ментальность особая, безусловно, но ее надо изучать. И те люди, которые там давно, их надо слушать, прислушиваться и использовать в хорошем смысле этого слова. Спасибо огромное. Вот тоже, если я правильно понял, вы такой особый акцент, не унижая или не отрицая другие государства, на такой восточно-африканский класс, который, с вашей точки зрения, он и исторический, и географический, и по ряду, может быть, ситуационных моментов очень удобен, в том числе и с южной совершенно новой реальностью, как с точки зрения дипломатического, международного правовой. Тоже очень интересно, конечно, вот этот восточно-африканский класс. Я, кстати, хотел бы заметить, что есть вопросы и напрямую, касающиеся и безопасности России. Потому что сейчас, например, пока в шутку можно сказать, не дай бог, что будет, но вот, например, сейчас в Кении идут сообщения о больших нефтяных запасах, обнаружения, туда, и мы вот прорабатывая вопрос, например, в Колумбии, в Афганистане по наркопроизводству, там очень есть такая зависимость четкая, что наркопроизводство идет за геополитической напряженностью, которая, с другой стороны, идет там в местах, где нефть, где какие-то есть высшие доходы, и в этом смысле, не дай бог, конечно, но вполне возможно, что через там 15 лет мы увидим пластыр уже в негативном плане какого-нибудь наркопроизводства, которое очень удобно там будет для организации контроля ситуации для иностранных спецслужб, силовых ведомств и так далее. Плюс по Западной Африке сейчас просто беда с точки зрения кокаинного трафика, который за последние 10 лет стал, то был основной, это был американский проект, на Северную Америку, а сейчас он по сути расщепился надвое и абсолютно равномочный, но что так в одно дело даже, допустим, Мексика все-таки там, да, тем более Северная Америка в чистом виде, а другое дело, когда на небольшие достаточно страны, тоже Нигерию и соседние государства, идет мощнейший кокаиновый трафик, который, конечно, все подрывает, вплоть до уже военных переворотов, до всего, то есть за собой тоже очень жесткие политические и экономические следствия. Поэтому тут тоже такие факторы, но я уже не говорю в Сахеве, непосредственно регион, в этой Северной Африке, Морокко только недавно перестало быть на первом месте по каннабису, вот, но там еще, и сейчас уже героинь даже афганский пошел через, начинают через Сомали, пользуясь ситуацией нестабильности, начинают через Сомали делать входник для того, чтобы в Европу со страны заход совсем разрушен, там, Ливия и так далее, оттуда начинают тоже задавать новый трафик афганского героина через Африку, в Восточную и Северную. Поэтому это в том числе и гигантские угрозы, если их не купировать вовремя активным экспортом развития промышленной и такого рода торгово-промышленной политикой. Просто тоже вот... Крайне важная тема, действительно. Потому что сейчас, например, просто мы видим, что уже откровенно и в выступлениях американского руководства и Госдепа, в частности, уже откровенно их заявления, потому что они начинают тоже использовать как наркотрафик, это их стандартный метод, начинают использовать наркотрафик, чтобы туда присаживать и спецслужбы, и, соответственно, все экономические компании, бизнес-компании, то есть резко входить. Трафик и его уровень может давать совершенно дополнительный ресурс финансовый для того, чтобы правильно политические ситуации разруливать. И, в принципе, это такая, в общем, гремучая смесь, которая имеет гигантские опасности и для нас будет иметь, если мы не будем правильно вмешиваться в позитивном плане. Хорошо, значит, Андрей Анатольевич, тогда на Вас взвалим... Письмо, да. Ладно, на Вас взвалим эту вещь, мы тоже подумаем, как там формулировки или что, и я тоже предлагаю, у нас есть некий опыт пролетения таких конференций, без всего, тоже просто, может, отдельно еще спишемся, подумаем, потому что, конечно, нужно уже просто специально дальше уже следующий шаг делать, когда, условно, небольшое общее заседание, а потом четыре-пять круглых столов по типу, там, скажем, минеральные ресурсы, энергетика, сервисно-торговые центры, логистика, условно говоря, да, там, вот таких четыре-пять точек, где уже люди профессиональные в моей компании будут затаскивать, и люди-эксперты, которые придут, и между собой пусть они там ругают, спорят. Мы даже можем немножко больше предложить, потому что конференция – это хорошо, конечно, но этап конференции где-то начался лет пять-семь назад, и сейчас он, как бы, клонится к концу, потому что конференция – это первый самый этап, а в данном случае нам есть, например, вот в Уганде есть что предложить. Дело в том, что там надо создавать некое постоянное присутствие, для интересов всех, нет. То есть люди все время выезжать не могут. Но ситуация, как развивается бизнес классический, или там, внешняя торговля, да? Попадает какой-то агент один, да, предположим, он видит, что что-то происходит, потом создаются, как бы, экспортные группы, потом туда приходят, как бы, компании, могут открывать свои предприятия и так далее. Это все постепенно. И в данном случае вот нашу базу можно использовать, как некий такой инструмент для входа, по крайней мере, в Восточную Африку, потому что Уганда является сильной, достаточно централизованной страной в этой... Мы можем, могу я Вас так понять, если по-простому совсем, да, то в этом Восточно-Африканском кластере ядром сделают надолго. Я считаю, что да, с вашей точки зрения. Я сейчас понимаю, что это одно из экспертных мнений, надо его прорабатывать, но... Тем не менее... Это очень интересно. Могу объяснить даже с точки зрения транспортного, логистического. Эта страна не имеет выхода к морю. Но дело в том, что вокруг нее сосредоточены страны, которые имеют очень большие ресурсы. Обстановка там политически, экономически уже немножко хуже, чем в Угане, да. Стабильность этой страны тоже не вызывает сомнений, хотя президенты недолюбливают, но они недолюбливают его американцы, как бы, считая его определенным диктатором. Нам это может быть и на руку, но он держит, он стабильно держит страну. Там все спокойно, нормально. Причем демократии не меньше, чем в нашей стране. Эта страна является, знаете, как хаб. Ну вот терминал для развития, особенно в последнее время Южный Судан, сейчас вообще не имеет выхода никакого, и у него проблемы с Северным Суданом, поэтому он зациклен будет на Уганде. Это единственная дорога жизни, скажем так. Поскольку там ничего особо не производится, ничего не произрастает, то туда надо поставлять все. И Уганда – это единственная страна, через которую можно поставлять. Дальше идет Конго, с вами восточными провинциями, северо-восточными, богатыми очень золотом, полиметаллами и так далее. Это очень важный отрасль. Сейчас бегают за литием и так далее. Вот здесь вот и наша геологическая служба могла бы сильно поработать. У нас даже в проработке есть вопросы мобильной такой службы, которая бы системно работала там, системно, переходя с одного месяца на другой, и в другие страны. Потому что еще раз, зона – она определенная. некая геологическая, я не знаю там… В геологическом плане это одно и то же. Ну, жилы, бассейны… Да, да. И это очень выгодно, потому что это золото, об этом говорил. Валерий, да. Да, это олово, которое легко воспринимается. И посмотрите, самый дорогой сейчас металл на рынке цветных металлов и многие другие вещи. Ну, тогда просто, Андрей Анатольевич, тоже к вам просьба. Какой-то, в любом случае, у вас есть какой-нибудь там список, условно говоря, что там интересно, что… Это отдельно тогда сделать? Ну, конечно, ну, какую-то рекламку, ну, в хорошем смысле слова, которую могу дать представление о стране, там, в абзацах, да, и, грубо говоря, кому этот месседж, то есть там, условно, к геологам, каким-то, олово то-то, то-то, туда-то. Просто мы это тоже чуть-чуть подпиарим и будем продвигать, потому что, конечно, всегда нужна оборная точка, плацдан, вот этот хаб исходное развитие. Мне интересно, что это ядро и хаб восточно-африканского развития, то есть тоже такая интересная очень красивая мысль. Поэтому давайте тоже материалы будем прорабатывать, думать, навязывать. Хорошо. Там есть сельскохозяйственные ресурсы, озеро Виктория. Знаете, на самом крупном озере оно находится в Уганде, Танзании, Киене. Вокруг этого многое можно создать, и речной транспорт там необходим, и все прочее, прочее. Это тоже центр для сотрудничества. Ну, хорошо, я напишу. Да, просто какой-то, и вообще просто такой, ну, условно говоря, и презентационный, и информационный с точки зрения схватывания внимания корпораций наших, ну, и нашего замечательного МИДа, который у нас сейчас с каждым годом все активнее помогает нашему бизнесу, продвигает экспорт развития и так далее, и тому подобное, да? Ну, да. Ну, кстати, там посол хороший. И тоже, это, кстати, очень, да. И это достижение того, но это его инициатива, я тоже боюсь, вот, как бы он не пострадал за свадьбой. Знаете, это важнейшее тоже, как бы, по сути, инфраструктура. От человека многое зависит, и вообще, как бы, да, посольствует. Андрей Историч, вот еще такой вопрос, а насколько страны Африки, они как-то склонны к интеграции, к какому-то объединению, там, экономическим, может быть? Процессы идут тяжело, на самом деле, тяжело. Вот, наиболее продвинутый это, вот, Восточно-Африканский союз и Южно-Африканский союз, имеется в виду не страна, а туда входит Намибия, туда входит Бацвана, вот, Мозамбик сейчас подтягивается. Но, вот, они соединяются, и, как бы, они еще, причем сотрудничают, по многим вопросам, как бы, вырисовывается такая ситуация Восточной Африки и Юг Африки, как одно целое, да? Вот, там, да, это возможно использовать для ничьей экспансии, например, начать вот там с Улганда и около лежащих стран Южного Суда и дальше идти туда. Да, если вот, например, будет какое-то освоение рынков, на уровне государства пойдет, это же может способствовать дальнейшему объединению этих стран? Ну, серьезно. Или это... Нет, почему? Почему? Конечно, может. Конечно. Там еще один момент, вот смешно говорить, но экономики развиваются довольно быстро. Вы знаете, что страны там семь-шесть процентов дают рост. Да, понятно, они на таком уровне, что это... Ну, да. Это тоже... Но, тем не менее. И одна из ситуаций, почему не развивается экономика? Да там транспортная инфраструктура не развита. Не развита. Там мало дорог, они не очень в хорошем состоянии, там нет современных терминалов, там это все не организовано. То есть, мир давно ушел вперед. Но, посмотрите, наши КАМАЗы там, они по определенным параметрам очень хорошо подходят по те условиям. По дорогам и так далее. То есть, у нас дороги плохие, слабые. Знаете, третья ось стоит у КАМАЗа там, облегченные. Ну, это я бы немножко залезаю. И там тоже самое. И они это поняли. Поэтому запустить туда транспортную логистику нашу, вот даже вот именно это, было бы классно. Но КАМАЗ, он же как? Вы купите. Вы купите машины. Понимаете? А здесь надо иностранные компании, другие там, МАН, ИСУЗУ, они предлагают скидки, они лизинг предлагают. У нас этого ничего нет. Вот просто показательный, когда, допустим, китайцы пошли машинами, ну, или колыли машинами в Россию, то, по оценкам автомобилизов, они едва ли, чуть ли не за полгода, создали по всей стране сервис на ремонтные центры. Ну, естественно, и продажные, с элементами всех возможных стимулированных продаж, и за полгода возникла сильная. И понятно, что это, в общем, метод, который просто сегодня является, ну, без него невозможным ничего. У нас это старая проблема еще в советских времен, когда они уделяли внимание с сервисом. С сервисом именно как таковом, да, вот, это очень плохо. Но мы можем прямо, знаете, по отдельной дискуссии, вот, по машиностроительным проводить, потому что это бред полный, как они работают. А могли бы продавать? 100 машин – это неплохо для КамАЗ продать в один год? – Это прекрасно. Для начала на рынке это… – Это… – Это очень… – Воспроизводимые заказы? – У них экспорт весь… там, тысячи автомобилей. И то это, в основном, по странам, на самом деле. Зачем они брали «Париж-Дакар»? Испорт. Там другая проблема. Они не очень любят поставлять запасные части. И у них нет сервисной базы. То есть они, вот, например, в «Конко» забросили 20 автомобилей, не обеспечив ничем. Там, конечно, это все фиаско. И для того, что на имидж бренда плохо повлияло, ничего хорошего не произошло. – А для этого, вот еще вопрос. Просто вы сказали про транспортно-логистическую. А вот… То есть это не в том плане, что вообще дороги невозможны, условно говоря, а просто… Ну, то есть, в принципе… – Состояние дорог. – Дорожное строительство возможно вообще. – Дорожное строительство возможно, но в этом случае я, как бы, нам приоритет не могу отдать, потому что мы очень строим дорого. Понятно, по каким причинам. И китайцы строят очень дешево. Они выиграют у всех. – Да, но тут вопрос еще и в технологии. Потому что, допустим, вот… – Есть технологии. – Пример, с чем, возможно, вы его и знаете, но я просто для, собственно, понимания общей ситуации, как некий пример такой модели. Вот смотрите, вот, допустим, сейчас тут немножко и от дорожного делом меня попросили там в целом осмыслить, как-то стратегии и прочее. Но вот там просто есть ситуация с дорогой, потому что у нас есть те люди, которые занимаются бетонами, причем совершенно нового типа, там, по сути, дизайнерские материалы. То есть уже бетон совсем другой, чем просто там, как мы понимаем. И они предлагают, по сути, как вот крупнопанельное домостроение у нас, революция Хрущевского, да, предлагают такие же плиты, специальными каналами, канатами стягивают, так сказать, да, и создавать дороги, которые, в общем-то, на порядок дешевле, чем обычные, и при этом, по сути, не требуют ни подушек, абсолютно обладушных климатов, потому что эти плиты, там, они, им что мороз, что жара, в общем, по сути, безразлична. Я просто к тому, что, например, то, что у нас идет с трудом, по известным причинам, с точки зрения, ну, тоже будет в 10 раз дешевле, с трудом дороги, ну, это же просто преступление, приятное. Это знаком, да. Вот. А, в принципе, это могло быть очень интересным, допустим, таким экспортным, это могло быть очень интересным. Вот, я вопрос, почему, просто если довольны, потому что, знаете, как известный анекдот по поводу киневояжеров и оптимистов-пессимистов, что киневояжеры с обувной фабрики послали их в Африку, один шлет телеграмму, говорит, шеф, все пропало, здесь все ходят без обуви. В этом смысле, как бы, то же самое с дорогами. Потому что, может быть, и дороги, как важнейший элемент общего подъема, именно развития такого серьезного инфраструктурного, вот, в принципе, тоже очень интересный может быть момент, который надо обсудить. Я, кстати, думаю, Андрей Анатольевич, тоже помимо материала, подумайте, потому что, может быть, вот раз у вас такое уже, ну, проработанное зрелое видение именно методологии, вот страны, то есть, ну, там, Африка это абстракция, а, конечно, разные регионалы, совершенно разные. тем более, если у вас есть, как бы, идея одной страны, поэтому, если есть отношения, может быть, с посольством Муган, мы готовы чем-то таким, идеологически, интеллектуально помогать, потому что мы очень заинтересованы. потому что для меня ситуация простая. Если мы будем, вот что не понимают, например, мои оппоненты, условно говоря, русские националисты, что если мы будем уметь развивать других, то мы у всех будем по-другому жить. Они не понимают, что они говорят, зачем деньги вкладывать в Центральную Азию. Я говорю, ребята, но у нас деньги и в Кострому не вкладываются. Если бы они вкладывались в Кострому, а я обнимал их от Костромы и так далее. То есть мы инвестировать вообще разучим. Мы только можем что-то уже готовое брать, поделить. Поэтому для меня вот такого рода отработки вообще методологии входа, инфраструктурных развитий, скоординированных, то, что вы сказали, самый центральный координат, скоординированных политик, при учете всех интересов, никто никому не лезет там, ничего снять не хочет. У нас есть люди, профессионалы, какие мы им конкуренты, не собираемся конкурировать и прочее. Поэтому тоже, давайте подумаем, может быть, посольству Ганда захочет что-то такое, давайте подумаем, может быть, какой-то такой шум устроим, потому что тогда это метод тоже. Вот у нас есть, условно говоря, точка на карте, да, и мы как бы не все, а вот соверодачиваемся. Модель. Да, потом уже на самом деле там совершенно все по-другому, конкретизация происходит, люди, люди совершенно в другой конкретности и предметности начинают устраивать. Мы можем это все организовать, нас поддержат и посол Ганда здесь, и наш посол. Давайте подумаем, может быть, даже такую, я говорю, такую небольшую сессию, и там пригласим, может быть, на посольство, территории посольства, или еще где-то. Я буду приглашать карпанов. Я, моя задача, приглашать карпановцев. Да, с ними надо разговаривать, причем, они могут быть востребованы и очень маленькие компании. Вот, еще раз, я просто пример один расскажу. Светлана говорила о том, что наши покупают через голландские компании многие, как бы, фрукты, цветы и так далее. Речь идет вот о чем. Во-первых, у нас экономика построена, чем дороже, тем лучше, это во-первых. А во-вторых, конечно, ну, там это можно сделать, но вложить надо деньги некие. Вот, я встретился с проблемой, что, например, есть там такие королевские бананы, они красные, они очень вкусные, и мы их не знаем. Это вот для очень богатых людей и так далее. Но мы их не можем поставлять в Россию из-за того, что нет экспортного упаковочного цеха. И что это за вложение? Ну, вы поймите, да, это небольшой холодильник должен быть, и готовить отправку для самолетов. Это даже не миллионов долларов? Конечно, не миллионов. Это, ну, сотня тысяч. Сотня тысяч. Вот где-то так. До трехсот тысяч. Можно сделать инвестиции в различные точки, очень интересные. Объединить их сверху вот этим колпаком нашего торгово-сервисного центра, да, чтобы он решал некие инфраструктурные вопросы, и вопросы административные, да, ну, понимаете, всякие. Да, чтобы они не каждый сражался, а вот они были под такой крышей, нормальной, и вот таких маленьких экспортных ниш очень много. у меня задача, вот как бы опять Светлана рассказывала там про то, что у нас очень серьезные вот невозможность хозяйственной продукции, я работаю с ней, кое-что получается, не могу сказать, что быстро, очень тяжело, но нашли контакт с нашим отзором. Не все так страшно, надо просто видеться. Андрей, просто так интересно, еще краткий вопрос последний, потому что у нас все время, вот. Ну, кстати, мы Светлану и приглашаем тоже. Светлана, видите, Уганда, это наше все обоих. Светлану приглашаем в Уганду. Да, Светлану, с вашими корпорациями, с вашими туда, давайте в Уганду. Но, еще последний вопрос, вот вы сказали про сельскохозяйство, про красные бананы, я понял, а в принципе, ну, что за продукции, просто я... Пожалуйста, да. Во-первых, чай, какао, кофе. То есть, вот, как кенийский чай, условно говоря, это... Очень часто они жалуются, что часть чая перекупается кенийцкой, и выдаются на свое. чаеведы знают, что, как бы, на определенной горе растет вот такой чай, здесь такой, поэтому все это... Плюс... Это, да, подсахарный тростник, хлопок, пожалуйста, все это выращиваться. Потом там есть, интересно, очень рыба, своеобразная. Это Ницкий окуни из озера Виктория. Это экологически чистое озеро, и это уникальная вещь, она поставляется оттуда некоторыми экспортерами в Евросоюз, в США, в Японию. Ну, то есть, понимаете, кто, кто разбирается в Рыбе, понимает. Вот мы тоже хотим это попробовать, но столкнулись с рядом сложностей. Нас подталкивают, чтобы мы экспортировали через Европу, но мы не хотели, мы хотим попробовать напрямую. Это очень интересно. Ну, давайте подумаем, в том числе, по Уганде, потому что это очень интересно, ну, вернее, я у меня как раз, я учился, у меня был мой однокурсник, в котором мы вместе в общежитии одно время жили, тоже угандиец, то есть, для меня Уганда не чужая в этом плане. Да, отношения хорошие, кстати, к русским, и там есть люди, которые могут помогать на переводчике, которые закончили наши вложения. Ну да, у нас достаточно большая была диаспора здесь, у индийцев, и в этом смысле. Хорошо, ну, спасибо огромное, Андрей Анатольевич и Владимир Викторович. Мы очень рады, что у нас просто, можно сказать, интернациональные проектные сессии, не только по предметам обсуждения, но и по участникам. Владимир Викторович, огромное спасибо за ваш предметный доклад. Я считаю, просто подход государственный, вот нашей большой, такой пока не юридической стране, потому что то, что вы говорите про, допустим, 100 тысяч украинцев на освоение Африки, мне кажется, это очень правильно, очень такой, как-то, вот прям, предметно такой, организационно точный подход. Ну, условно, там 100 тысяч, естественно, мы говорим не про конкретное число, а про то, что мы настолько одичали, что мы не понимаем, что кадры, это генский ресурс, самый главный. Все остальное приводит. 100 тысяч, то есть даже из них тысячи предметных людей, которые знают это дело, это, ну, просто, это даже сложно понять, это гигантские силы. То есть, при минимальном разумной политике, при минимальной поддержке государства, это все сметет в хорошем смысле, да? Я не знаю, государство у нас как бы задачи обеспечения рабочими местами оставшегося или остающегося населения относится как-то вяло и слабо. В данном случае, работа в Африке, или работа на Африку, или наоборот, она бы обеспечила, между прочим, квалифицированные кадры работы. И семьи бы получали деньги, вот вы о чем говорили. Потому что там востребованы не люди, которые убирают улицу, и не люди, которые продают что-то в многочисленных магазинах. Там нужны инженеры, там нужны настоящие инженеры, которые, может быть, и 70 лет настоящим, или 50, или, может быть, хорошим, но не менеджеры. Понимаете, здесь квалификация должна уже с опытом быть такая. То есть это инженер состоявшийся, понимаете, менеджеры не нужны. Поэтому, я думаю, наш первый опыт, еще раз огромное спасибо Станиславу за то, что нас подвели на организацию, и помог в подготовке. Базовый проект и идея этой проектной сессии, соответственно, нам представил. Вот, я думаю, что дальше мы идем по линии Уганды, благодаря Андрею Анатольевичу указания. А второе направление все равно может быть какую-то конференцию, сбор корпораций и мелких фирм, очень важно мелких людей, предприимчивых, понимающих такие процессы. Вот, например, упаковка. Действительно, это очень интересно. Упаковка, фасовка, логистика, транспортировка, доставка. Очень, действительно, это вещь, которая, собственно, может быть, даже более важна, чем какой-то гигант корпорация, которая где-то присядет, будет бурить. И, может быть, даже это, в общем, не пойми, кому от этого пользы любят. Да. Просто самолеты летают каждый день. Да-да-да. За мной каждый день. Мы прорабатываем. Здесь есть, мы маркетинговые исследования делали, здесь есть потребители. Они ждут. Они надеются, что нам удастся. Понимаете как? Они надеются, что мы прорвемся через Россельхознадзор. Ну, поэтому Россельхознадзором обращаемся, тоже пользуясь случаем. Может быть, хоть один Россельхознадзорник нас проглядит. А главное, мы обращаемся, в том числе, к инвесторам, поскольку, на мой взгляд, обычно самое трудное это то, что называется затраты на вход. В данном случае, они, по сути, нулевые, поскольку есть, Андрей Анатольевич, другие специалисты, которые, ну, совершенно дадут другие знания и понимания, как рисков, так и позитивных сторон. В этом смысле, действительно, надо инвестировать. 300 тысяч, это вообще не разговор с точки зрения чего-то, а при дальше вот этих ежедневных рейсах, как говорит Андрей Анатольевич, это устойчивые, текучие, живые деньги. Поэтому, в принципе, это тоже интересно очень сам по себе вот эти, ну, микро в этом плане по сравнению с «Газпромной инвестицией». Тоже мы приглашаем предпринимателей, пожалуйста, вот, свяжемся, поможем с Андреем Анатольевичем, потому что нам, конечно, мы заинтересованы в практическом выходе, чтобы начинался нормальный процесс коммуникации и дальше реализация проекта. Ну, спасибо. На этом мы заканчиваем нашу проектную сессию. До свидания. Еще короткий вопрос, Андрей Анатольевич. На всякий случай, хотел вот обозначить. Инвестиционный климат, поможенный нам местной спецификой, если сравнить вот американский и российский для наших бизнесменов, как лучше, хуже, такой же? Вы знаете, честно говоря, я бы сказал, что иногда даже лучше. Почему? В некоторых регионах очень тяжело работать. Там нет конкуренции. Вы знаете, что там нет конкуренции. Там как бы некая группа, которая возглавляет регион, она все контролирует. А я бы вообще сказал по-другому. На мой взгляд, инвестиционный климат это клюква и чушь, придуманная теми, кто использовал в 90-е годы для разворовывания СССР больше, и стал придумывать проинвестиционный климат для того, чтобы приходили мировые грабители, крупники, и с помощью разных вещей вы сказали, инвестиционный климат это абстракция. Потому что нет никакого климата, в отличие от географического природного география. Потому что есть связи, знакомства. Коммуникейшн. Вот, вот что есть. Понимаете? У нас все инвестиции и глины свойств к тому, что у нас осуществляется как в нормальной колониальной стране вылаз капитала. Вот что мы суть. А говорят при этом о инвестициях и их привлечениях. Поэтому, мне кажется, на эти идеологические вещи нам не надо заморачиваться. Потому что я говорю, мне тут мне все понятно. Вот Андрей Атольевич рассказал, мне принципиально все понятно. Дальше надо как очень конкретно идти, так и формировать волну, чтобы просто это начинать двигать. Потому что я не знаю, что мы обсуждаем. У нас гигантские ресурсы, запасы, знания, специалисты. 100 тысяч человек, армия, это 10 дивизий. О чем мы говорим? У нас проблемы нет в инвестиции, климате, кто как воспринимает, любят ли русских, не любят ли. Ну, 20 лет не было никого, авантюристы они. Ну, понятно, что еще пять лет и уже забудут, и такая Россия. Но это что обсуждать? Надо разбудить.